Красивая осанка Псков. Групповые занятия для детей, индивидуальные занятия для взрослых. Значит, друзья, я сейчас новости посмотрела, я просто не могу молчать. В Питере дело было, там, наверное, через питерские новости показывали, я не знаю. Там мужик ехал на поезде РЖД. Куда он? Из Тихвина в Екатеринбург ехал, походу. Вот, и, короче говоря, у него был код с собой в переноске. Код был оформлен по всем правилам перевозки. Код был ещё какой-то больной после операции, что ли. Вот, и, в общем, в какой-то момент кот выбрался из переноски. А хозяин, наверное, коту отошёл, не знаю, что проводница увидела кота, покликала хозяина, хозяин не отозвался, и она этого кота просто выбросила. Ну, слава богу, что не на ходу, вы понимаете, да? У человека явно нет мозга. Мог бы и до того, чтобы додуматься, чтобы прямо на ходу вышвырнуть, понимаете, из вагона. Нет, была остановка, и вот там видеокамеры зафиксировали. Как она так, раз, забросила его так, понимаете, с дверцы. Хозяин объявился, где кот, поезд уже тронулся, кота нет. Вот, знаете, зайники, вот это о чём говорит? Это вот тупость людская. Это вот, вы представляете, РЖД. Вот им надо IQ-тест включать при приёме на работу, чтобы понимать, кого вообще они берут на работу. Вот вы сами представьте, ты проводница. Ты вообще соображаешь, что люди могут перевозить котов, ну, так же вот, да? И ты вдруг находишь кота в вагоне. И вот у тебя даже вот мысль, понимаете, вот логика не срабатывает, что это кот пассажирский. Понимаете, вот как можно не додуматься, что это пассажирский кот, возможно, сбежал от хозяина. Нет, у неё, у неё какая-то, понимаете, особая логика у этой провольницы. Она, наверное, предположила, что это был какой-то кот-экстремал, который заходил на РЖД покататься, понимаете, да? Кот-прицеппер, понимаете? Он взял, наверное, и запрыгнул в поезд, забежал случайно. Конечно. Ну, я вам объясню, что у нас в поездах наших российских туда не то, что кот не запрыгнет в вагон, туда людям. Дай бог бы залезть. Потому что платформы и поезда на очень большое расстояние, больше метра. Туда, чтобы залезть в наши вагоны, понимаете, нужно иметь подготовку. Понимаете, растяжку какую-нибудь гимнастическую, чтобы туда забраться. Не, ну, а кот, конечно, у нас экстремал был. Наверное, пилонщик. Кот-пилонщик. Он, наверное, запрыгнул, решил посидеть в вагончике, прокатиться до Екатеринбурга. Или куда-куда там. Вы понимаете, да? Я к чему это клоню? Я вот так не люблю тупых людей. Как я не люблю тупых людей? Вы понимаете? Вот у которых мозга нет. Мужик обратился в полицию. Полиция отказала от возбуждения уголовного дела. Ребят, я вообще не понимаю, как это проводится, вообще до пункта назначения доехала. Если бы моего кота вышло, она бы у меня не доехала просто. Понимаете? Вот ты живешь в мире. Понимаете, я живу в мире, я вот этого предполагаю. Я предполагаю, что вокруг меня много тупых людей, у которых нет мозга. И часть этих тупых людей прямо сейчас смотрит мое видео. Да я вас презираю заочно. Вот всех тупорылых людей, которые на своих работах работают, и даже не отдают себе отчетов. Да я тебе не знаю, как будто бы, не знаю, как будто под чем-то. Понимаете? Ноль сознания. Да ты со своей жизнью можешь делать что угодно. Но к котам чужим ты лезть не имеешь права. Тьфу, как меня разозрила эта ситуация. Тьфу. Ненавижу тупых, ненавижу. Друзья, приглашаю вас на личную беседу со мной. Я помогу вам проработать чувство страха, тревоги и неуверенности в себе. Справиться с чувством вины, обиды, агрессии. Помогу разобраться в отношениях с токсичными родственниками, мужем-моблюзером или нарциссом. А также разобрать такие темы, как поиск смысла жизни и понимание себя, самореализация и активация внутри себя женщины. Связаться со мной вы сможете посредством Телеграм или группы ВКонтакте «Невротичка Оля». Личное сообщение. Предлагаю рекламу на моем канале. Могу снять видео про вас, могу включить интеграцию. Для псковских и не псковских, для блогеров и для тех, кто продает или что-то предлагает, обращайтесь на мою личную страницу ВКонтакте. Друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке. В первую очередь это ваши лайки, комментарии и подписки. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alerts. Все ссылки в описании видео. А для самых увлеченных зрителей у меня есть уникальное предложение. Стать моим доном в группе ВКонтакте «Невротичка Оля». Нажмите «Поддержать автора» и введите любую сумму, удобную для вас. И вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разборам на примере моих ситуаций. Будьте готовы. Эти видео слишком откровенны. Люблю, целую. Ваша невротичка Оля. Субтитры создавал DimaTorzok